Добрый день, дорогие друзья! Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова приглашает вас получить уникальную, интереснейшую профессию, которая связана с анализом современных международных отношений. Если вы хотите быть дипломатом, специалистом, аналитиком, экспертом, специалистом-международником, работать в международных средствах массовой информации, вести очень интересные зарубежные репортажи, если вы захотите заниматься культурной дипломатией и представлять интересы Российской Федерации в области культуры, языка, наших национальных традиций, если вы хотите быть преподавателем и заниматься с другими молодыми ребятами изучением международных отношений, писать интересные аналитические статьи, делать прекрасные доклады на международных конференциях, мы вас приглашаем в огромный мир, который называется сегодня профессия международные отношения. Если говорить о миссии нашей образовательной программы, такие высокие слова, но они и подходят обязательно к нашей профессии, она сегодня, эта миссия, связана действительно с подготовкой высококвалифицированных специалистов в сфере ключевых проблем современных международных отношений и глобальных процессов. Мы сегодня, ребята, встречаемся с вами в очень непростое время, когда все глобальное общество живет в условиях вызова, который был сформирован современным текущим глобальным процессом. И сегодня для международников, специалистов, которые изучают причины, следствия, тенденции, закономерности этих событий, огромное количество работы. Если вы получите эту уникальную профессию, специалиста-международника, то вы никогда не останетесь без работы. К сожалению, потому что весь мир сегодня живет в очень непростых экономических, политических, социальных условиях, когда нужны люди, которые способны спасти эту ситуацию, не только физически, принимая участие в каких-то действительно важных и исключительно необходимых для человека видах деятельности, но сегодня нужны аналитики, переговорщики, люди, которые могут заниматься решением проблем кризисных ситуаций, как мы говорим, кризисные дипломаты. Сегодня нужны люди, которые способны представлять интересы России на международных перекрестках. Вы видите, что сегодня наше государство испытывает мощнейший информационный прессинг. Мы с вами наблюдаем, как действительно в различных странах мира сегодня меняется тенденция к тому, чтобы имидж позитивный, международный имидж нашей страны был каким-то образом ущемлен. И сегодня нужны люди, которые способны словом, своей аналитической мыслью, своими эмоциями, позитивными, действительно конструктивными и очень аргументированными показать роль и место России в современном глобальном обществе. Когда мы говорим о миссии нашей образовательной программы, то, конечно же, мы должны отметить, что главной задачей подготовки специалистов сегодня является формирование компетенций, которые востребованы в правовой сфере, при управленческих, очень серьезных каких-то подходах. Очень важные компетенции для, как мы уже сказали, аналитической работы в рамках политических исследований. Ну и, конечно, кто такой международник? Это прежде всего аналитик, владеющий прекрасно русским языком и знающий несколько иностранных языков для того, чтобы работать в государственных структурах, бизнес-структурах, внешнеполитических ведомствах, средствах массовой информации. И, конечно же, это человек, который должен владеть навыками публичных выступлений. Он должен обладать действительно вот этой способностью быть неким оратором, человеком, который знает правила и нормы поведения, человеком, который способен в самых сложных политических, социальных, экономических ситуациях, очень достойно нести себя и, конечно же, как профессионал-международник наше великое имя России на международных перекрестках. Для того, чтобы наши выпускники были успешны на рынке труда и чтобы они действительно были востребованными очень серьезными ведомствами Министерства иностранных дел Российской Федерации, серьезными политическими структурами, аналитическими центрами, военными, необходимо знание нескольких иностранных языков. Если вы обратите внимание, что первый иностранный язык — английский. Наши студенты изучают в комбинации с несколькими языками. Вторым иностранным языком может быть или немецкий язык, или французский язык, испанский и арабский язык. Поэтому действительно вот это сочетание двух иностранных языков, исключительно востребованных сегодня для формирования международной повестки дня и решения всех внешнеполитических интересов российского государства, он как класс закладывался в основу концепции вообще создания образовательной программы бакалавриата в нашем университете. Итак, первый — иностранный язык, а второй, пожалуйста, на выбор — немецкий, французский, испанский, арабский язык. Кроме того, что ребята еженедельно и ежедневно изучают иностранные языки, обратите внимание, что языки каждый день преподаются в течение недели, в течение всех четырех лет обучения. Кроме этих основных языков, у вас есть возможность еще проходить специальные дисциплины на иностранном языке. Эти дисциплины как раз касаются специфики вообще международных отношений. Они касаются вопросов и конфликтологии, и культурной дипломатии, и вопросов правового характера. Поэтому, ребята, большое количество часов по иностранным языкам, оно включает в себя основные языки, которые вы изучаете, и они потом прописаны в дипломе об окончании университета, и дополнительно еще специальные дисциплины на иностранных языках. Также следует отметить, что для желающих, для тех, кто легко и действительно хорошо осваивает два иностранных языка, у вас есть возможность еще третий иностранный язык выбрать в соответствии со своими интересами. Мы напомним, что в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюба преподается 16 иностранных языков. Я думаю, что у каждого из вас есть прекрасная возможность выбрать, кроме двух, еще и третий иностранный язык. Нужно отметить, что на рынке труда сегодня очень приветствуются знания нескольких иностранных языков, поэтому за этим будущее. Если говорить о преимуществах нашей образовательной программы, то их действительно очень много. Но вот то, что мы уже отметили, изучение иностранных языков, это, конечно, самое важное для дипломатов, международников. Как вы будете, например, анализировать информацию, допустим, в каких-то очень серьезных информационных порталах, или как вы будете заниматься изучением тех или иных документов. Конечно, вам нужно знать язык региона. Например, если дипломаты работают в каком-то регионе, они должны знать этот язык. Не все в мире говорят только на английском языке или только на немецком. Поэтому вот эти знания двух или более иностранных языков, это действительно важное преимущество образовательной программы по международным отношениям. Кроме этого, мы хотим сказать, что важным элементом является обучение именно в интернациональном культурном пространстве Нижегородского лингвистического университета. Дело в том, что на программе «Международные отношения» учится большое количество иностранных студентов, которые приезжают из разных уголков мира для того, чтобы не просто стать международником, а посмотреть и изучить все процессы, связанные с международной ролью Российской Федерации в глобальном обществе. Поэтому вот эта интернациональная среда или межкультурная, как мы говорим, она дает возможность многим студентам закрепить иностранный язык уже в ходе не только учебной деятельности, но и неформального общения. Естественно, каждый человек, который приходит на эту программу, он имеет свои индивидуальные интересы. Поэтому в рамках бакалавриата предусмотрена индивидуальная образовательная траектория и возможность выбора учебных дисциплин, которые студенты, исходя из учебного плана, самостоятельно могут для себя определить. Есть в университете обязательные предметы к изучению, они входят в стандарт образовательный, а есть вот такие предметы по выбору учебной дисциплины, которые каждый из вас может выбрать уже исходя из своих личных интересов. Кто-то больше занимается политикой, кто-то больше занимается культурой, кто-то больше занимается социальными отношениями, может быть, кто-то любит заниматься вопросами, которые касаются межнационального диалога или какими-то историческими проблемами. Поэтому все это предусмотрено в рамках учебной программы. Как мы уже сказали, вот общение специалистов, будущих специалистов-межнародников очень важно развивать не только в университетской аудитории Нижегородского лингвистического университета. Мы хотим вам напомнить, что наш университет имеет более 60 договоров о сотрудничестве с разными вузами мира. И практики и стажировки наших студентов, которые имеют возможность проводиться и участвовать в этих стажировках, ребята имеют возможность за рубежом в рамках программ академической мобильности, дают серьезные преимущества образовательной программе бакалавриата по международным отношениям. То есть, если вы, например, начинаете учебу непосредственно в нашем университете на международных отношениях далее, вы можете уже, начиная со второго курса, участвовать в программе так называемой академической мобильности, когда вы параллельно с обучением в стенах нашего университета, вы учитесь на целой программе, например, семестровой, или три месяца есть такие программы, или есть программа целый год, вы учитесь в вузе-партнере по такому же направлению подготовки, и потом уже возвращаетесь и имеете очень серьезные, глубокие представления о тех процессах, которые вы изучаете. Поэтому для нашего университета в целом, и для факультета, и для конкретного направления международных отношений очень серьезные есть ресурсы и возможности. Ребята могут проходить практики и стажировки в европейских государствах, в странах-членах СНГ, в странах, которые сегодня представляют наибольший интерес в целом для политического анализа, это Юго-Восточная Азия, Азиатский регион. Поэтому это тоже очень важный элемент образовательной программы, которая предоставляется самим студентам. Еще одна очень важная, необходимая, наверное, информация для вас, где же можно работать. Когда мы заканчиваем университет, когда мы вложили столько сил, когда мы выучили несколько иностранных языков, где сегодня будет востребован выпускник международных. И, конечно же, ребята, нужно сказать, что диплом бакалавра международных отношений вам дает право продолжить обучение в магистратуре. Потому что, как мы говорим, бакалаврская степень – это только первая ступенька для полного высшего образования. Поэтому вы можете спокойно после бакалавриата учиться на программе магистратуры. Ну и, конечно же, если вдруг вы планируете завершить обучение на бакалаврской степени, у вас есть право именно трудоустроиться на те направления, на те должности, которые требуют наличия высшего образования. То есть бакалаврят дает такую возможность. Если говорить о типах профессиональной деятельности наших выпускников, то есть какие эти типы? Ну, прежде всего, конечно, ребята, это дипломатические типы. То есть если вы действительно хотите связать свою жизнь с серьезной работой по защите национальных интересов России, заниматься вопросами международных отношений, политическом, экономическом и социальном аспекте, если вы хотите работать в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в очень серьезных структурах, которые непосредственно взаимодействуют с Министерством иностранных дел, то как раз это тот тип профессиональной деятельности, который обеспечивает вам международные отношения. Второе направление или второй тип профессиональной деятельности – это экспертно-аналитический. Как мы сегодня знаем, очень большое количество компаний, предприятий, различных организаций ведут серьезные внешние связи со своими партнерами за рубежом. Как мы уже отметили, сегодня после тех потрясений, которые переживает мир, будут очень нужны и востребованы эксперты-аналитики. Сегодня нужно по-новому будет пересматривать все имеющиеся международные контакты, внешнеэкономические связи, те традиционные формы сотрудничества. Нужно ли их сохранять, нужно ли их каким-то образом обновлять. Поэтому сегодня на уровне экспертно-аналитической, конечно, очень востребованы специалисты-международники. Ну и как мы уже отмечали, это научно-исследовательский тип профессиональной деятельности. Если вы хотите быть преподавателями, если вы хотите быть экспертами-аналитиками, если вы хотите ввести очень серьезные научные исследования вместе со своими партнерами, преподавать в высшей школе в том числе, первые азы, которые вам будут заложены в рамках бакалавриата по международным отношениям, вы приобретаете. А если вы заканчиваете магистратуру по международным отношениям и планируете в дальнейшем защитить диссертацию, получить степень уже кандидата наук, то у вас прямая дорога для работы и в научно-исследовательских институтах, может быть, даже академических, или, конечно же, быть преподавателями высшей школы. Это очень престижное и очень перспективное сегодня направление работы для молодежи. Что еще может давать вам работа международника? Это, прежде всего, органы государственной власти и управления, которые реализуют внешнюю политику и, как мы уже сказали, внешнеэкономическую деятельность предприятий. Очень важно, что сегодня каждый практически наш субъект федерации имеет правительство, а в рамках правительства или департаменты, или специальные структуры, которые осуществляют региональную внешнюю политику. Поэтому сегодня в органах государственной власти и управления как раз специалисты, знающие иностранные языки, владеющие аналитическими способностями, экспертно-аналитическими, очень востребованы в региональных органах власти и выполняют именно такую работу. Кроме этого, ребята, сегодня очень важно понимать, что мир глобален, един. Сегодня многие государства между собой выстраивают новые экономические контакты. Поэтому вот как раз крупные предприятия, а может быть даже небольшие компании, которые выводят свои товары и услуги на экспорт, или наоборот, товары и услуги, которые они импортируют, то есть завозят из рубежа, они тоже требуют очень серьезной проработки. Нужно написать стратегию внешнеэкономической деятельности, нужно найти регионы, где востребованы товары и услуги той или иной компании. Поэтому сегодня серьезные внешнеэкономические игроки, они, конечно, испытывают большую потребность в хороших специалистах-международниках, которые дополнительно еще имеют и экономические знания. Но, как мы уже сказали, наши ребята работают в международных отделах бизнес-компаний, в правительственных организациях, в международных средствах массовой информации, в международных издательствах, в образовательных и научно-исследовательских учреждениях. Действительно, это целый мир всех интересных направлений для вашей жизни, для вашей карьеры, которые непрестанно, каждый год, каждый день, наша жизнь показывает, что необходимы именно эти ребята, эти специалисты. Говоря о том, как к нам поступить и сколько лет учиться, нужно еще раз отметить, что покалавриат предполагает 4 года обучения. У нас форма обучения только очная, у нас нет заочной и очно-заочной формы, международники учатся очно. При поступлении к нам вы сдаете три предмета ЕГЭ, это история, русский язык, иностранный язык. Минимальный балл, если вы хотите учиться на контракте или на финансовом договоре, он представляет собой вот такие цифры, где-то 40 баллов, примерно, иностранная история, русский язык. План приема на бюджет у нас существует, у нас есть очная форма обучения, вы можете рассчитывать на то, что вы будете учиться и на бюджете. И если говорить по итогам прошлого года, то средний балл на бюджет по очной форме обучения на международные отношения составлял где-то около 260 баллов. То есть вот если вы поделите 260 на 3, то где-то вот 80-90 баллов – это такой хороший, очень вариант или результат ЕГЭ. Мы с удовольствием принимаем таких ребят, с ними потом работаем и ждем вас в стенах Межегородского государственного лингвистического университета. Продолжение следует...